друзья начинаем этот выпуск из темноты сейчас объясню почему сегодня мега распаковочка все друзья в таком лайф режиме для того чтобы мы смогли с вами каким-то образом пообщаться потому что при распаковке создается такой лайф режим и в принципе вы можете накидывать комментарии что вы думаете об этом смартфоне что проверить и так далее но друзья красавчики давайте на этом видео 1000 лайков наберем и по красоте все будет погнали привет родные что сегодня распаковка нового смартфона и перед этим я вам показал светильник от компании байз базеус бассеус 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 интересный светильник но мне он нравится друзья первую очередь дизайн своим это реально круто это стиль это такой хай-тек направление и преимущество конечно большие у этого светильника самая главная фишка здесь есть конечно много режима все такое можно сделать посветлее можно сделать потемнее это кстати достаточно приятный плавный свет юсб тайп си и все остальные фишки но самое главное кроется вот в этой базе друзья суть в том что вы можете эту базу приклеить куда угодно и светильник соответственно туда же и он на магните там же покупайте дополнительные базы и клеить друзья светильник куда угодно то есть у вас свет один но вы можете его переставлять в разные места крутая фишка мне понравилось и он друзья также потом продемонстрирую как все работает но понятное дело мы с вами не поэтому собрались мы распаковываем новый смартфон и кстати очень интересный знаете многие друзья пишут мне в комментариях такую претензию что ты делаешь обзор на несуществующие смартфоны но смысл в том что у тебя их нет а ты делаешь на них обзоры если говорить друзья о новинках то есть которые вышли в китае то это однозначно да но потому что физически я их не могу сюда доставить и каким-то образом сделать обзор и так далее а что говорится о всех смартфонах текущих то друзья они есть не переживать они есть на канале их очень много на самом деле их не показывают почему потому что обзоры друзья вот живых смартфонов почему-то на этом канале не заходит я не знаю в чем прикол в чем магия но когда я делаю обзоры живых смартфонов их смотрят гораздо меньше но когда я делал подборы топы а новинки и так далее то это прям залетает очень даже неплохо поэтому друзья давайте следующий момент сделаем с этого момента и упущу несколько видео с живыми смартфонами и если они также как и раньше не будут заходить то наверное смысла может быть в этом сильного нет хотя какие-то топовые смартфоны я все равно буду распаковывать буду вам показывать потому что они достойны в общем друзья такая тема набираем тысячу лайков и давайте в лайф режиме как он проведем комменты обязательно накидывайте и так понеслась упаковали основательно и так друзья момент истины отлично и так это у нас как вы догадались редми ноут 10 5g первый смартфон 5g который по доступной цене смысл в том что на алиэкспресс он сейчас стоит 189 доллара друзья за версию 64 байта 189 5g и расходимся но это не самое интересное самое интересное по мне друзья это mediatek dimensity 700 и интересно будет разобраться на что он способен прогоним его в antutu послушаем музыку и так далее но вначале по комплектации стандартная скрепка внутри чехол и необходимые бумажки кстати давайте посмотрим на чехол неинтересно и сравнимого допустим с redmi note 10 кстати все эти смартфончики друзья брал на goldway проверенный продавец друзья и вы знаете да на алиэкспресс лучше покупать у проверенных продавцов на это тоже обращайте внимание проверены продавцы и на телеграм канале и ссылки друзья в описании тоже обязательно будут юсб тайп си юсб а зарядка друзья смотрите они стали делать бумагу а не пластик это типа для того чтобы защитить природу а зарядка на 22 и 5 ватт но это кстати для этого ценника очень даже не дурно потом ее проверим а теперь друзья переходим непосредственно к распаковке ваш любимый момент первая пленочка слабенько пошла друзья вторая пленка тоже слабенько друзья небольшой лайфхак если у вас остались следы клея то этой же пленочкой вы можете сделать вот так и все следы клея убрать первое что пока я не могу понять что это за цвет либо черный либо супер темно-серый но цвет друзья матовый это классно мне нравится матовая поверхность и вы понимаете друзья что это абсолютное повторение пока м3 про то есть от телефон один в один с этим смартфоном и кстати давайте посмотрим что здесь есть но во первых кнопка включения и уключения мы сразу же его включаем здесь же строим сканер отпечатков пальцев качельки громкости с этой стороны сим лоток давайте его проверим также проверим версию мюай так здесь друзья не тройной а двойной сим лоток то есть 2 наносимки либо 1 нано и 1 micro sd а хотелось бы друзья тройного сим лотка сверху миниджек инфракрасный порт и есть такой друзья небольшой бортик а снизу тоже бортик основной динамикю избитые psy и микрофон также сверху друзья сюда наклеена пленочка и эту пленочку снимать уже нельзя как предыдущие и давайте посмотрим на чехол чехол жестковатый я думаю он примерно на уровне знаете редми ноут 10 вот не про версия вот обычная десятка в принципе точно такой же чехол они даже кстати друзья визуально очень похоже да очень похоже но единственная разница здесь есть заглушка вот в том телефоне который мы сейчас рассматриваем в обычной десятке этой заглушки нету под юсб 3 7 ну и в отличие кстати от редми ноут 10 здесь смотрите здесь сверху есть динамик а в этом случае динамика сверху нет миниджек в первом случае внизу здесь он сверху вот такая вот разница сейчас мы уходим на перерыв настроим смартфончик и продолжим ну что ж друзья после небольшого перерыва я настроил смартфончик давайте проверим сканер отпечатков пальцев и нормальная скорость я думаю примерно как на редми ноут 10 у на пока x3 друзья тоже такая же скорость давайте на родину 10 проверим мне кажется кстати на родину 10 даже быстрее немножко получается если мы сравним у вас редми ноут 10 то вот такие они по габаритам примерно одинаковые а но есть существенная разница кстати давайте обратим внимание на центральный камер да здесь она гораздо меньше тут чуть побольше но и здесь это у нас amoled матрица если вам не видно то мне друзья прямо это сильно ощущается по не там да этот телефон гораздо лучше то есть на святую будет видно гораздо лучше чуть хуже потому что это айпес матрица но как вы понимаете и у айпеса малет есть свои преимущества здесь вы можете потреблять контент смотрите во сколько угодно и глаза не устают а здесь в этом отношении могут быть проблемы ну и по сути здесь тоже у нас пока x3 тоже айпес матрица но здесь 120 герц здесь 90 давайте перейдем кстати в экран и посмотрим настройки вот у нас есть 60 и 90 соответственно конечно переставляем на 90 чтобы немножко ощутить радость от того что все становится гораздо более плавным но здесь это так друзья и есть а далее у нас старая шторка уведомлений или вообще старый центр до переходим сюда стиль центра управления и вот ставим на новую версию вуаля друзья и у нас новая версия как на современных смартфончиков все очень весело а с левой стороны у нас все уведомления самое интересное друзья что здесь 700 и деменции до процессор от компании мтк данные по сути немного одинаковые но 700 и деменции немного мощнее отмечу друзья что в 10 5 же один динамик он внизу в обычной десятки два динамика и конечно они гораздо больше решают в качестве музыки носки 2 динамика против одного друзья тут понятное дело никак по-другому и не сложилось бы далее перейдем друзья в настройки я уже обновил и здесь у нас милой 12090 100 белочка обновление пока нет до 12.5 но в принципе можно зайти сюда настройки и здесь есть такая галочка друзья ранее обновление нажимаем ее плюс я кстати сюда выставила регион индии если не ошибаюсь да друзья у меня стоит индия и в принципе оболочка должна совсем скоро прилететь как вы знаете на этот регион оболочка полетать немного быстрее ну а сама обновление подлетает немного быстрее далее о телефоне версия android как и обещали друзья вот 11 версия android отлично макро здесь но достаточно слабенькая друзья конечно полный обзор смотрите на канале да ну друзья нужно тестировать проверять и посмотрим видео если здесь стабилизация за это ценник если она здесь есть она здесь достаточно посредственная пока что так ощущается давайте посмотрим сейчас на самого видео но кстати процессор неплохо отрабатывает друзьям смотрите так сетка макро настройки стабилизация изображения включена съемка отлично окей друзья ну значит это значит этот телефон не для видеосъемки потому что смотрите стаба включена а нет вот сейчас татьяна появилась да друзья но можно сказать сразу что это не камерафон то есть это отлично хороший аппарат достаточно дорогой ну и конечно фишка его это 5g это самый главный момент выставил максимальные настройки посмотрим как в асфальт рубится все-таки 700 и 90 очень интересно как он ведет себя в играх мантуту он набрал больше баллов чем редмина вот 10 не ну пока все весело друзья смотрите сколько красок все так отлично и по крайней мере тормозов пока нет так сказать на минималках поиграть можно но хотя я сейчас поставил максимальные значения я думаю что если играть примерно час то наверное он уже поднагреется хотя на данный момент друзья процессор ведет себя очень даже прилично друзья если у вас есть вопросы по поводу этого смартфона обязательно пишите в комментариях и скоро будет полный обзор на этом канале обязательно подписывайтесь не забывайте это с вами был я и скраббер всем хорошего настроения респект уважуха всем пока пока